всем привет дорогая аудитория так или иначе все из навсегда когда-либо проходили собеседование и вот буквально вчера меня спросили какие бывают причины почему человек взял вышел на сцену ответ был такой три варианта первое это что-то такое вот просто жжется на кончиках пальцев какая-то супер технологии очень хочется со всеми поделиться второй вариант это очень заумная какая-то фигня которая записана в учебниках людям настолько ее лень читать но надо рассказать ну да вечер на этой неделе буквально небольшой получился автоматически такой короткий митинг который развился в час пришлось рассказывать про бы деревья и наконец третий вариант это приходишь на собеседование слушаешь человека окей ты не ответил на какой-то вопрос 2 3 и так далее вот у меня выстроилась порядка где-то наверно минимум штук 25 кандидатов которые когда-либо мимо меня проходили я задавал один очень простой вопрос и самым популярным ответом было это магия поэтому мой доклад называется скажи магии нет мы рассмотрим совершенно простую вещь это то каким образом аспектно ориентированное программирование реализовано в джаве рассмотрим совершенно маленький срез очень маленький то есть докладной короткими сейчас предупреждали что через 45 минут мне будут махать руками что доклад закончен доклад надеюсь закончится на 20 минут за 20 минут потом будут надеюсь очень короткие вопросы и так никакой магии в нашей индустрии нету софтвея индустрии в хардвея бывает и так собственно тот вопрос который я задавал все все мы здесь джависты да более не менее берем любую какую-то орм систему хиберный джипа из за но у сиквельных морфию да и выстраиваем какое-то отношение один ко многие да то есть вот допустим введем некоторую сущность группа людей да и есть юзер принадлежащие этой самой группе вопрос звучит очень простенько вот скажите пожалуйста вот у нас есть объявление ланту менее да это синтаксис джипа чтобы не было каких-то лишних вопросов есть у нас группа объявлено поле ван ту менее в какой момент времени вот эта самая сущность entity возвращает список пользователей там у нас нету никакого кода который бы ссылался к базе данных откуда появляется список пользователей у группы в изи это объявление это говорит о том где в этом коде обращение к базе данных да там написано lazy кто подменяет как подменяет отличную да вот как бы вот следующий кадр я так открою сейчас сразу же верну назад следующий кадр говорит прокси да но это неправильный ответ я всегда как ну просто какая ценность этого доклада ну вот вы придете узнаете там про аспекты все записали себе это на бумажке через пару лет эта технология вообще полностью отомрет что-то новое появится и в результате ценность этого доклада просто ноль да я хотел бы сделать такой вот подарок вам я хотел бы рассказать одну секретную игру которая всегда на протяжении своей программерской карьеры играю чуть ли не каждый день сам для себя только это меня грубо говоря держит в индустрию я до сих пор не ушел мыть полы я очень хорошо мою полы и так игра которая играю фактически каждый день я смотрю на что-то и думаю про себя блин а как это устроено и одна из вот таких вот вещей вот я с вами предлагают в эту игру сыграть и так какие возможные варианты как построено вот ярослав сейчас начал поддался начала выиграть в эту игру игра очень простая они реализовано ли это при помощи прокси да и вот мы идем с вами и смотрим на слайдик с прокси определение взята из естественно учебника гэнк фо прокси это паттерн провалит суррогей то place hold of one as a object to control access to it все честно и действительно в джаве в очень ранних версиях чуть ли не в 1.2 или 1.3 появилась такая действительно волшебная очень классная штука называется прокси факторе прокси факторе если открыть gdk класс который позволяет вам на уровне уже с компилированного java кода сделать подмену поведение того или иного метода давайте разберем с вами код давайте сначала диаграмму разберем и так та же самая задача есть группа которая возвращает список пользователей да что делает java она вносит некоторый новый класс grow прокси она агрегирует себя вот этот румбик кто не знает юм или означает агрегат она агрегирует себя реальный групп да и подменяет просто в нем тот метод который мы с вами говорили на предыдущем кадре get users для этого используется вот собственно тот класс называемый прокси факторе обязательно надо сделать танец бубном установить супер класс группа то есть сказать прокси факторе что сейчас мы будем манипулировать с классом типа группы создаем класс у нас называется grow прокси четвертая строка создает метод хендлер который позволяет нам подменить да то есть это используя уже механизм рефлексии создается некоторый класс метод хендлер в java 8 он уже стал более удобными его можно лямбой под лямбой подменять метод invoke говорит нам что вот есть некоторый объект целых то есть это экземпляр класса и метод и пошли какие-то другие параметры и здесь мы действительно можем сделать уже реально реализовать обращение к базе данных и вернуть массив наших пользователей которые принадлежат в этой группе после этого как это использовать мы опять же используя прокси создаем новый инстанц и устанавливаем последний строк предпоследней строкой устанавливаем экземпляр нашего метода тот который мы реально хотим использовать то есть у пользователя была одна реализация мы взяли ее подменили и теперь все абсолютно пользуются вот этим экземпляром групп и он уже действительно делает какую-то магию то есть реальный пользователь получает массив вместо бессмыслицы скажу так скажем так что этот подход классный действительно бы это сработало но возникает один вопрос давайте вернемся на предыдущий кадр правая правая сторона вот типичный код который возвращает группу да у нас есть метод find на entity менеджере который выполняет какой-то запрос в базу данных и у нас уже возвращается непосредственно группа готовая для использования в какой момент времени можно вас здесь применить прокси ну логично было бы сказать а давайте в метод find засунем но теперь у меня вопрос к вам если мы засунем создание прокси в метод find то откуда взяться знанию о методах которые должны быть проксированы этих методов будет может очень много то есть подход с прокси факторе хорош так как а тогда когда мы точно знаем какие методы необходимо перекрывать а поскольку пользователь может набросать любую entity любые взаимоотношения между энтитями такой подход с прокси к сожалению нам не очень подходит поэтому переходим к следующему подходу этот подход он слайд называется static waving хотя бы кстати сама по себе презентация довольно таки старая я бы на сегодняшний день назвал бы этот слайд манипуляция с байт кодом то есть вы скомпилировали java сердце получили какой-то бинарный код этот бинарный код оказывается есть довольно таки большое количество подходов этот бинарный код можно уже после того как с компилированным изменить и чрезвычайно большое вы будете реально удивлены если я вам скажу что процентов на 90 всего байт кода который вообще существует на сегодняшний день в индустрии java он доходит до пользователя все-таки в измененном виде так вот static waving это самый простой способ манипуляции с байт кодом просто простите не простой он сложный просто он для конечного пользователя будет чрезвычайно прост что происходит мы берем специальный static wave компилятор мы чуть-чуть можем поговорить но можете вот в google просто вбить что такое static waving компайлер вам выдастся прежде всего это eclipse link eclipse знаете именно провайдер gpa слышали да есть топ линк это орокловская реализация что они делают они делают очень простую вещь они находят во всем вашем байт коде который ей только есть в принципе вообще какой только есть они находят все аннотированные классы с которой содержит аннотацию собачка entity после этого они прям в том уже скомпилированных классов тех скомпилированных джарниках которые у вас есть меняют наполнение да и запихивают обратно то есть после static waving компиляции вы получаете измененный байт код не тот который вы имели и вот доказательство то есть я беру декомпайт джава вский декомпайлер и группу которая в джипа топ линке в данном случае это я использовал орокловский топ линк мы видим вот такой вот результат декомпиляции то есть мой изначальный класс группа был изменен вообще в принципе это уже другой абсолютно класс обратите внимание он выглядит совершенно иначе да там появились какие-то вот странные вы и в этот ребут value holder подчеркивание to bring it users и так далее такой же эффект вы можете увидеть в дебаггере то есть если вы откроете любую сущность любую entity посмотрите дебаггере в нее гарантированно скорее всего будут какие-то вспомогательные методы какие-то вспомогательные атрибуты которые появились именно в результате изменения исходного байт кода но здесь я должен оговориться о том что байт код байт код можно менять двух вариантах либо докам того как пойдет система в продакшн до того как а запустится или же она может меняться динамически то есть на лету перед непосредственно загрузка джарника в виртуальную машину то есть такой много имеет название динамический выявлен грантаем выявленка так далее то есть в частности spring часто тоже используют вот такой подход и spring на лету перед началом загрузки позволяет вам проксировать какие-то сущности естественный вопрос когда использовать статик когда динамик ну пожалуй если для вас время загрузки системы очень критично однозначно посмотрите на статик вывинг во всех остальных случаях если для вас не критично система загрузится за три минуты или за 20 секунд ну как бы динамически пожалуйста флаг в руки и не стесняйтесь использовать работает ли как бы последние да извините в комментарии к этому кадру вопрос может ли это использоваться в реальных системах да вполне как вот продолжаем мою игру да как это устроено внутри то есть вполне хороший подход он прекрасно работает будьте добры пожалуйста используйте как можно чаще действительно гораздо приятнее иметь у себя откомпилированный протестированный джарник который в ваших условиях был откомпилирован то есть статический вывод обработан и время загрузки увеличивается более того вы можете успешно кто знает многие заказчики требуют подписи джарников да и для безопасности для гарантии того что у вас код целостным и после стати квинга вы можете подписать уже джарник не опасаясь того что на продакшен системе он будет отвергнут вашим заказчиком и так третий вариант подхода к решению проблемы как вот реализовать магию которая стоит за очень простым отношением между группой конечную и списком пользователей есть довольно таки много библиотек но в частности остановился наиболее продвинутой на мой взгляд извините продвинутой это aspect g подход который реализует aspect g это действительно вот впервые мы с вами должны поговорить об аспектно-ориентированном программирования спектно-ориентированное программирование нет это не не частная собственность java аспектно-ориентированное программирование так довольно таки большой пласт всевозможные есть отдельные даже языки забыл посмотреть перед презентацией где чистые вообще аспекты используются но в частности те же си шарп тоже могут использовать как бы подхода аспектно ориентированного программирования но джави аспектно ориентированное программирование реализуется при помощи аннотаций внимание вопрос зал что такое аннотация да да вот самый точный и короткий ответ люблю короткий ответ это мета информация то есть эта информация которую ставит программист на что угодно то есть у нас давайте вспоминать куда можно ставить класс можно ставить поле мембер пакет да ну еще один назовите очень важный параметр до согласен перемен на нее я не согласен что на это можно на строку коза например поставится пресс-ворнинг да это не на переменная а что кто знает какой-то паттерн то есть открываем опять же упоминавшуюся же книгу гэнк фо до объектно ориентированные паттерны какой-то паттерн нет это не декоратор это маркер называется паттерн да и самый яркий пример вот крайне неудачного реализации паттерна маркер это интерфейс реализовал да он ничего не делает да но в ранних java это была необходимость потому что аннотации не было ввели интерфейс пустой интерфейс реализовал и сэр лайк забыл теперь мы все вынуждены часто писать да и имплемент сэр лайза был хотя мы действительности ничего не реализуем это яркий пример реализации маркера без аннотации и наконец аннотация дает нам возможность сделать это крайне удобно и крайне подвижно и так есть базис теперь мы можем поговорить об аспектно ориентированном программировании слева под названием тангл это код то есть запутанный код яркий пример некоторые бизнес бизнес брокера который делает очень полезную для нас вещь он реализует метод бизнес лоджик как мы видим этот бизнес лоджик состоит из трех важных моментов первое это проверяет безопасность то что какой-то пользователей имеет permission на то чтобы выполнить некоторые метод фу да случае если это не не успешный код мы разим security exception второй очень важный момент мы делаем какой-то аудит в данном случае мы пишем влог о том что бизнес лоджик вызван да и третья часть это собственно делаем какие-то полезные вычисления то есть внутри этого кода запихнуто буквально все безопасность логирование и непосредственно какая-то бизнес полезность аспекты позволяют это дело полностью разделить аспекты позволяют отделить это дело в отдельный функционал который в правой табличке называется безопасность аудит мы помещаем в логирование и бизнес мы помещаем в бизнес то есть мы разделяем код по трём совершенно разным частям нашей системы мы пишем три отдельных брокера который будет заниматься а безопасности б логированием и собственно полезными бизнес вычислениями результате наш код становится очень читаем читабельным то есть для review кода нам достаточно просто обратиться к тому что происходит непосредственно последний строке the calculation каким образом aspect g это предоставляет то есть обратите да и обратите внимание вот в правой колонке это яркий пример реализации вот нашей группы get users да мы просто пишем ретернал из-за нас как бы система это дело все остальное подставляет то есть даже бизнес иногда можно делегировать внутрь джипа библиотеки который для нас подставит уже реальные результаты вычисления каким образом аспект g это реализует здесь необходимо в обязательном порядке дать к сожалению четыре определения никуда от них не уйдешь в этих терминах приходится изъясняться и так что такое аспект это модуль или класс реализующий сквозную функциональность аспект как вы видите красной стрелочкой реализуется виде аннотации аспект то есть мы объявляем системе мы говорим о том что вот здесь мы хотим создать наш аспект вот здесь у нас будет объявление то есть как будет работать аспект g он просканирует все абсолютно классы которые у вас есть вообще в виртуальной машине загруженные или не загруженные и скажет таки этот класс не имеет аспекта мне не интересен используя аннотацию аспекта он скажет да этот класс мне интересен начиная отсюда я начну анализировать и что-то делать полезное следующее очень важное определение это адвайс адвайс это собственно то непосредственная полезность которую мы даем она вот у нас внизу реализована виде от красной стрелочки это допустим вот данном примере это была реализация доступа к базе данных следующая важная вещь это джанк шин поэн джон пан пардон . выполняемой программе где следует применить совет почему здесь не вынесено потому что это видно у нас на предыдущем кадре то есть в допустим в группе совет будет применен к нашему методу get users и и последняя вещь это point cut это набор точек соединения которым фактически будет применяться средств здесь стоит оговориться здесь используется аннотация point cut и внутри какая-то довольно таки странная строка get звездочка 2 ампер санда собачка annotation field annotation давайте пока на этом простеньком примере просто скажем что это такое в данном случае мы берем используем специальный язык аспект жив вообще очень развитая система и язык довольно таки сложно мы все-таки доклад короткий и я не собираюсь вас грузить этим языком но все-таки должен упомянуть мы говорим сейчас об вот этот point cut объявляли следующее get означает что мы просим сделать ассоциацию нашего полезного кода который выполняет аспект же с любыми доступом к любому полю какой-то сущности эта сущность должна быть аннотирована как поле что такое поле в джаве да ну это какой-то любой произвольно объявленный приватный допустим field и так далее то есть дословно здесь сказано следующее если мы обращаемся к какому-то классу у которого есть getter к полю то выполни пожалуйста полезную нагрузку давайте поподробнее рассмотрим какие вообще успех же есть варианты то есть еще раз упомяну что это сложный довольно таки язык и для манипуляции с этим языком успех же есть несколько вариантов значит прежде всего это так называемый binary вейвинг мы используем компилятор вот это кусочек из анта взят антовской компиляции самое 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 первое и айджи си это название компилятора это компилятор который пройдется по вашему байт коду и вырежет и подставит соответствующие методы как мы с вами предыдущих кадрах рассмотрели со статик вейвингом второй вариант так называемый source вейвинг мы используем тот же самый компилятор и используем отдельно написанные текстовые файлы на языке и джи то есть вот предыдущем примере это мы используем синенькая вот это мы используем аннотацию на этом же самом языке но мы помещаем ее в джаву второй тот вариант которым я сейчас говорю это вообще взять написать отдельный специальный текстовый файл он имеет расширение а джи который просто говорит что вот мы пройдемся по вот этим вот этим классом пометим аспектами какие-то такие-то атрибуты или методы и наконец есть такой вариант который использует частности спринг очень активно хотя я говорю об аспект же но тем не менее спринг это тоже в том числе использует или же используя тот же самый аспект же это использовать а об xml это точно такой же подход где вместо языка а джи используется просто xml нотации то есть на что на ваш вкус удобнее как хотите хотя последнее время существует тенденция чтобы писать все таки в джавовском коде не рассусоливать это дело по другим сорцам и давайте очень кратенько поговорим вот есть такие простенькие аннотации мы ограничиваем где будет применяться наш аспект мы для этого используем либо бифо либо авто например если мы хотим перед тем как метод вызвать мы используем аннотацию бифо если мы хотим применить наш аспект после того как метод был вызван мы используем аннотацию авто то же самое есть более детальная аннотация например после успешного завершения метода мы говорим давайте-ка вызовем автор и черн если же метод закончился с экшеном мы используем авто сру и наконец самый мощный такой вот просто ковровая бомбардировка это метод around то есть мы сами внутри решаем будет ли вообще вызываться джавовский метод если будет вызываться мы его вызываем если не будет вызываться ну как бы делаем какую-то другую полезную вещь какие бывают он point cut и point cut ну самый простой это раунд да и вот мы говорим раунд call да это означает до вызова после around execution после вызова get set пожалуйста это означает что мы можем работать не под не только с методами это означает что мы можем работать том числе полями когда джава либо пи записывает либо читает это поле и очень простенький совершенно простенькие вот пример взяты со стек оверфлоу вот берем реализацию уже нашего непосредственного аспекта да вот вспоминаем два кадра назад у нас мы говорили о том что в реализации сложного брокера у нас есть три аспекта это лагирование это безопасность и непосредственно выполнение под лет полезного действия да так вот вот этот экзампл аспект это мог бы быть например лагирование да мы берем возлагаем лагирование на какой-то другой метод и пишем point cut то есть мы объявляем что мы собираемся куда мы собираемся врезаться в какую точку знаете сантехники говорят вот есть труба да давайте мы в трубу врежем ся здесь это самый точный перевод который вот только можно представить point cut мы говорим о том что давайте-ка посмотрим все без исключения аннотации которые применены к орг юнит тест джи юнит тест то есть таким образом мы извлекаемся без исключения наши юнит теста исключая тот случай если этот вызов происходит внутри нашего аспекта ну действительно если мы захотим дернуть этот юнит тест уже натуральную величину чтобы не возникло бесконечного цикла мы должны добавить такое исключение я еще раз повторяю язык довольно таки сложный кого действительно эта тема заинтересует пожалуйста обращайтесь напрямую туда я рассказываю просто пример для того чтобы мы с вами могли обсудить следующий кадр и вот после того как наш point cut уже определен мы говорим вот все уже хорошо после того как на point cut мы вызываем некоторое полезное действие вот этот вот тест point cut то есть вот этот метод будет вызван при наступлении вот этих вот условий есть очень язык очень сложный в частности допустим про цифлоу безумное количество вопросов на том же стек оверфлоу блин что это за такой подход действительности это еще более сложное усложнение да какая-то автология шикарная сложное усложнение которое говорит что нам делать когда один из наших point cut уже был вызван то есть даже такое возможно вы можете устраивать очень сложные цепочки из этих point cut of то есть наш вот этот do something будет вызван при наступлении определенных условий что были вызваны наши point cut сложно забудьте мы об этом не будем говорить а и так вот собственно как бы весь доклад вот последний такой кадр да just for funny есть шикарный шая гугловская библиотека гики и называют гаг да то есть хохма шутка gg и действительности google ее написала просто ради шутки то есть эта библиотека она очень популярна серьезного очень популярна но на в принципе почти ничего не делает представляете себе библиотека которая тупо ничего не делает а а то есть используя вот эту библиотеку можно написать например в коде w tf все знают что это такое я не буду да тут все пишется следующая аннотация босс мэйд миду it то есть да конечно бы заставил меня но я за этот код дальше не отвечаю а шикарная тема бурма шейф кто знает что такое бурма шейф вообще справа вот это вот специальная картинка это вот и вот это называется бурма шейф то есть история очень простая была компания которая продавала бритвенные принадлежности называлась бурма шейф вот и она долго думала и в сороковых годах придумала рекламу когда люди выходят возле дороги и держат плакаты то есть с рекламой и с тех пор как бы вот как у нас дают допустим аспирин все называют ацетилсалициловую кислоту мы привыкли говорить это аспирин и аспирин и вот сша привыкли говорить бурма шейф это просто какой-то плакат который что-то декларирует что-то яркое такое и так далее вот бурма шейф и бурма шейф вот люди справа это вот бурма шейф тем не менее мы дошли сюда как бы по-вашему вот было реализовано бурма шейф вот используя аспект джи давайте вернемся на кадр назад давайте поговорим вот у нас есть applicability какая-то applicability это before вызов метода after вызов метода after return after through around наверное да то есть самый простенький это before ну он как бы ничего не делает ну хорошо какой point cut вызов выполнение до после любой согласен а вот теперь другой вопрос единственное пожалуй полезное действие которое делает гугловская библиотека это вот такая аннотация но об что она делает она фактически уничтожает любой метод то есть любой метод один из методов который что-то делал помечена таким аннотацией он перестает что-либо делать давайте сыграем сейчас в игру мысленно про себя проговаривайте как бы я это реализовал да и возвращаемся к предыдущему кадру и раун согласен колл колл да сейчас микрофон принесут спасибо за доклад вопрос такой есть такая вещь называется performance пенальти что мы теряем в перформансе используя ауп я да вот из того что вы называли спасибо на любой вопросы да можно ответить вопросом давайте разобьем на две части то есть первое если мы и поговорим о том что мы используем static вывинг то есть мы берем наши аннотации обрабатываем до того как код пойдет в продакшен в этом случае пенальти фактически сведено к нулю потому что мы гарантируем что наш код будет в раплин да то есть изменен на уровне байт кода и таким образом мы избавимся фактически от пенальти только на вашей бизнес логике то есть если мы говорим что наш аспект g используется для того чтобы создать универсальную систему логирования например что какой-то метод был вызван то наши накладные расходы только вызове метода логирования если мы говорим о динамической загрузки то пенальти будет заключаться в том что мы на время подъема нашего джарника нашего класс лодера в виртуальную машину мы вынуждены пройти все без исключения классы которые помечены и аннотированы соответствующим образом да то есть время в этом случае будет потрачено на загрузку третий вариант третий вариант связан с тем что вы используете какую-то очень неудачную систему реализованную видео реализация вызова непосредственно point cut а то да то здесь естественно аспект же не такой есть куча других как бы вариантов которые как бы существуют например четко встречал проблему связанную с джазом java security безопасность которая просто тупо проверяла какой-то метод на то что тот или иной пользователь мог его вызвать все это было впоследствии решено тем что был просто разделен код на бак чистый бакен который без пользователей и код который просто обязан должен был агрегировать остальные вызовы да там естественно пеналти возможны какое время будет то есть или там процентном отношении от общего выполнения ноль ноль это фактически ноль то есть ничего особо не меняется вы просто меняете байт код и делаете перед каким-то вызовом просто добавляете какой-то вызовы все спасибо спасибо за внимание